Приветствую вас. Отвечая на вопрос о том, что вам делать, значит, мне хочется сказать так. Ну, во-первых, значит, несколько дней назад вы завели под своей ошибкой разговор о свадьбе с любимым человеком, сказали, что решили все прожили в сентябре. Вот это первый момент, мотив которого мне не нравится. То есть, да, вы сказали, что вы начали по ошибке, но что по ошибке вы уже поняли потом, а когда начинали, наверное, вы были уверены, что все будет хорошо. Значит, не есть ли вопрос мотивации того, что вы делали? Вот зачем мы начали этот разговор? Ведь если вы с мужчиной, и если вы видите, что мужчина, там, ну, готовится к свадьбе, как вы говорите, все указывало на это, это не ваши догадки, то, наверное, это означает, что он хочет сам все делать для вас. Это означает, что он хочет, чтобы все было так, как вот он задумал. И когда вы спросили у него про свадьбу, сказали ему про свадьбу, вы тем самым, как бы, нарушили его вот план, его план, его стройную, так сказать, структуру того, что он собирался сделать для вас. Опять-таки, возникает вопрос, почему вы это сделали? Почему вы, как бы, не позволили ему до конца реализовать все то, что он хотел для вас? Что вам помешало, например? Что вам не позволило это сделать? И тогда, понимаете, это не было, как таковой, ошибкой именно с вашей стороны, с вашей точки зрения. Мужчина ведь тоже сказал, что вы торопитесь, то есть он вас осудил. И проблема в том, что вы восприняли его слова, как отказ. То есть вы, по сути дела, переняли на себя то, что мужчина вам сказал. И для того, чтобы правильно ситуацию понимать, для того, чтобы правильно ее воспринимать, нужно вам изменить свое отношение к ней в первую очередь. Как именно это сделать? Что есть? Что есть? Изменить отношение к ситуации. Я попробую вам этот момент прояснить. В этом случается в том, что вы по какой-то причине, я думаю, что, в принципе, понятно, по какой причине. Возможно, по причине неуверенности в себе, возможно, по причине сомнений в себе и так далее. Вы подумали, посчитали, что мужчина вам отказал. Давайте подумаем, а чем для себя, чем для себя вы объясняете такое вот его поведение? То есть почему он вам отказал, по вашему мнению? Ведь он же с вами живет. Он готовится, как вы говорите, что это не ваши догадки. Он готовится к тому, чтобы на вас жениться, сделать вам предложение, если я правильно понял вас. Почему же вдруг вы считаете, что он отказывается? Чем это обусловлено? Вы переносите, как бы, это, вот вы переносите аспект отказа на мужчину. Тогда как причина, проблема, корень такого восприятия, лежит вас, не мужчине, вас. Именно вы почему-то не восприняли его слова буквально. Хотя это сделать, как раз таки, нужно было. Воспринять слова мужчины буквально, то есть то, что он говорит, а он сказал, что вы торопитесь, то он в виду и имеет. Вы этого почему-то не сделали. И из-за этого возникли проблемы. Соответственно, вы, совершенно определенных, в чем-то в себе не уверен, в чем-то вы сомневаетесь. И вот с этим моментом для себя вам нужно разобраться. Потому что мужчине не очень приятно, что вы не уверены в себе, не до конца уверены в себе. Что вы не настолько уверены в себе, что готовы мужчине доверять. То есть, готовы отпустить ситуацию и позволить ему самому действовать так, как он считает нужно. То есть вы не уверены в себе и вы не позволяете ему действовать, как он задумал. На сути, не позволяете ему реализовывать себя, как мужчину. А это для него, конечно же, очень болезненно. Он хочет, чтобы все было так, как он задумал. Он хочет чувствовать себя мужчиной. Соответственно, что нужно сделать в этой ситуации вам? Пожалуй, две вещи. Первое. Это подумать, в чем вы не уверены в себе. Какие могут быть причины для отказа жениться на вас у мужчины. Какие могут быть у него на это причины. Подумать о том, насколько рациональны эти причины. Не являются ли эти причины просто плодом вашего воображения и следствием неуверенности в себе. Если эта неуверенность в себе есть, нужно понять, в чем она заключается. Потому что она определенно вам мешает жить. Она определенно мешает вам выступать разнообразно и полноценно по отношению к своему мужчине. Выступать как женщина. А это проблематично. Мужчина, являясь взрослым человеком, не будет в восторге от того, что рядом с ним неуверенный человек, а не женщина. И будет терять вам интерес. По сути, то же, что сказал мой коллега, когда вы на него давите, вы оттолкиваете его от себя. С этим я согласен. И второе, что вам нужно сделать, это позволить себе быть слабой. Позволить себе быть женщиной. Позволить мужчине нести ответственность за то, что находится в полной его юрисдикции. Именно в юрисдикции мужчины под его прямой, я бы сказал, даже естественной ответственностью лежит предложение вам руки и сердца, ну и так далее. Соответственно, вам задается еще один вопрос. Почему вы хотите или хотели выйти замуж обязательно в сентябре? Что вами двигало, когда вы этого хотели? Этот вопрос тоже достаточно интересный. Ведь вы же сказали, и сказали, в общем-то, не просто так, значит, вы чего-то хотели для себя. Как-то вы, ну, объясняете свой выбор? Подумайте, так ли вам принципиально выходить замуж именно в сентябре? Ну, так ли для вас это принципиально? И стоит ли это того, чтобы ссориться со своим молодым человеком? Со своим будущим мужем, кстати говоря? Вот этот момент тоже вам стоит для себя, ну, лучше понять, лучше, так сказать, обработать, лучше воспринимать. Если трудности какие-то, то обращайтесь в личку, я вам помогу. Понимаете, мужчина сочувствует, что вы хотите не просто решить за него, когда будет свадьба, и тем самым отнять у него чисто вот это вот мужское поведение. А он не просто это чувствует, он чувствует еще, что вы, вам не столь важно, что вы выходите замуж за него, а вам столь важно, что вы просто хотите замуж. И если мужчина поймет, что вы выходите просто замуж, то это означает для него, что вы используете его как средство. То есть он для вас суть, средство. И ему как раз таки это не нравится, в результате чего он и вас осаждает. Он хочет, он хочет, чтобы вы хотели именно быть с ним. Он хочет, чтобы вы были с ним в любом случае, вне зависимости от того, хочет ли он брать вас в жены или нет. А когда вы на него давите, вы тем самым как бы показываете ему, что вы хотите именно замуж, а жизнь с ним вас уже не устраивает. И если это действительно так, то это проблема. И это проблема, которая замужеством для вас не решится, потому что неудовлетворенность отношениями имеет несколько другие корни, чем то, что даст вам замужество. Замужество – это просто естественный ход развития ваших отношений. И для этого нужна готовность обоих людей. Если мужчина говорит вам, что вы торопитесь, значит он еще не готов, неважно по каким причинам, и вам, если вы любите его, нужно такую точку зрения принять. В противном случае получается, что вы ему навязываете свое мнение. А это всегда плохо для личных отношений. Пожалуй, на этом можно закончить. Надеюсь, что помог вам. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Спасибо! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok